В 90-е был Джордан. Это же все история про ностальгию. Там мужики выходили и играли в кроссовках, в которых сейчас страшно по улице ходить. Кроссовок, 15 сантиметров прыжка, никакой кроссовок тебе не добавили. Джейлен Браун, это, я не знаю, с чем сравнивать, как Роллс-Ройс у тебя в гараже. Мы же понимаем, что цифры все равно решают. Родман пьяный после Скармен Электро из Вегаса прилетал на матч, и все такие, ну, окей. Это неправильно. Ой, чуваки, ваши богатые, идеально блестящие задницы защищены. Это не баскетбол, это скорее просто мужицкая борьба. Ну, да, да. Я говорю про смотрибельность. И смотрибельность, она выше. Раньше можно было и ножом ткнуть, и выстрелить. А сейчас только ножом можно ткнуть. Кому-то это нравится, а кто-то думает, ну, и нахрена мне это нужно, я хочу посмотреть игру. Каждый должен делать свое дело. Ты рассказываешь про 90-е, как будто каждый матч ты включаешь, и у тебя после матча на паркете убирается уборщица, потому что в крови. Правила шоу «Один на один» очень просты. Аппоненты ведут между собой спор, определяя, кто из кандидатов круче. Для защиты своей позиции участники должны приводить друг к другу весомые аргументы, опираясь на реальные факты, цифры или цитаты. Но для победы у нас также разрешено перебивать, высмеивать, подкалывать, брать на бону, угрожать, давить, нарушать личное пространство и даже в крайних случаях распускать руки. Впереди четыре раунда жаркой битвы в разных категориях, по итогам которых мы выясним, кто реальный кент, а кто простой студент. Ну а финальный итог этого спора, ребятки, подведем вместе с вами в комментариях. Кстати, дружище, перед началом давай-ка подпишись на канал, шлепни этому видосу лайк и жмякни на колокольчик. Активнее, активнее! А еще залетай в наш Телеграм и ВК. Там реально много всего интересного от вакей любви на игре. Ну и прежде чем перейти к нашему батлу, давайте посмотрим интеграцию лучшего партнера на свете. Друзья, не забывайте, что партнером нашего канала является компания Пари, которая делает большой вклад в развитие российского баскетбола. Например, компания поддерживает баскетбольный клуб Пари Нижний Новгород, который на протяжении многих лет успешно выступает в единой лиге и радует болельщиков не только своими победами, но и классными проектами. Благодаря Пари мы создаем спортивное комьюнити, в котором вам всегда будет интересно и здорово проводить время. Бонус от Пари можно забрать в нашем Телеграм-канале по ссылке в закрепленном комментарии. Пари окружает игрой. Не дает покоя уже достаточно долгое время мне это гнусное высказывание Энтони Эдвардса, который заявил о том, что Майкл Джордан в 90-х был кручь всех, потому что у всех остальных просто не было скиллов. И я там и в своей телеге уже несу на этот счет долгое время. И знаешь, что меня ранило больше всего, Антон? Пожалуйста. Что ты поддержал этого сосунка. Ты реально так считаешь? Ну, я считаю это по объективной причине, ведь в то время еще просто некоторые элементы не были даже придуманы. Понятно, далеко ходить не надо. Я тебе перед выпуском говорил, что степбеки и такие мувы, там, евростепы и прочее, они были придуманы уже даже с поколением вперед. И они менее скилловые не от того, что они хуже играли. Они просто еще не были не на том уровне баскетбола. Не было еще той эволюции, которая произошла сейчас. Поэтому есть правда в его словах Эдвардса. Антон, остановись, пожалуйста. Ладно, ребят, всем привет. Антон Шестак. Кирилл Исаков. И сегодня у нас один на один. Мы решили расставить точки над... И в споре. Какой же период в NBA круче? 90-е? Вот эти мускулинные, с запахом пота, крови и, возможно, алкоголя даже. Если тебе нравится запах пота, то ты победил, конечно, они были более потные. Да, потому что молодежь даже и не потеет. Они только... И что они делают сейчас? Ну, либо, да, давайте доформулирую. Либо современный NBA. Спиннер крутят. Ты вообще в информационной повестке, конечно. Ну, либо современный NBA, который... Как вы поняли, этот выпуск должен был быть 3 года назад. Поп-ит. Поп-ит, спиннер. Но выходит только сейчас. Нет, он был записан в 2020 году. Вы ждали момента, когда Энтон Эдвардс понесет чушь. Итак, спор один на один. Современный NBA, либо NBA 90-х. Погнали. Ну и традиционно, друзья, прежде чем мы начнем здесь... Неужели розыгрыш? Да, рубиться. Опять у нас есть еще несколько джерси спори-феста. Очень клевых, вот таких кислотных. Для того, чтобы выиграть этот джерси, знаете, что сделаете? Зайдите в комментарии к этому видео и напишите следующее. Мы тут подумали, что у многих игроков какие-то так себе тухловатые прозвища. Ну, в 90-е они были ярче, круче, внушительнее. Ответ, почтальон, человек дождя. Все как-то такие... Да, все такие, о, ничего, адмирал бежит. А сейчас... Надо честь отдать. А сейчас что за прозвище? Look Magic. А человек Маверик. Уже как-то... А, тем более еще и Мэджик был уже до этого. Ну, в общем, возьмите любого игрока из современности и придумайте ему свое новое прозвище. То есть вы пишете, вот у меня есть вариант Embiid. Да, ты уже назвал, но не будем подсказывать. Не будем подсказывать. Спустил давление немножко. У Embiid процесс, да? The process. Да, вот, ну... Какая-то... А, нет, хотя на самом деле смена гражданства тоже процесс. Это юридический процесс он может быть. Ну да, ну в общем. Берете игрока из современности, у которого уже есть прозвище, и говорите, а Николай Йокич не Джокер, а я бы его назвал вот так. И мы отдаем вам джерс. Вот так. Самый клевый, смешной и крутой вариант обязательно будет удостоен этого приза. Ну все, хватит лирики, переходим к зарубе. Первый раунд. Я начну. Давай, сразу, чтобы закопайся. Белый начинают и заканчивают, но когда мы говорим про NBA 90-х, это не совсем уместно. Да, скорее наоборот. Так, ну в первом раунде давай, какой у нас логики. Вот мы его в этот раз назвали не статистика, а качество. Вот. И в 90-е был Джордан. Человек в уникальности и легендарности которого, в доминировании которого, не было ни одного сомнения, ни у одного человека. Как в лиге, так и за пределами. Даже в других лигах все его признавали, его крутизну. А сейчас такого человека нет. Я соглашусь, что Джордан отдельной меткой стоит в истории баскетбола. Но тут же мы говорим про баскетбол в целом, про лигу в целом. И хочется отметить количество суперзвезд. Если там был только Джордан и Ижи с ними, есть очень громкие имена. Вопросов нет. Но их меньше все равно, чем в данную секунду на площадке в NBA. Потому что нет сезона сейчас. Никого нет там. Это логично. В каждой команде есть лидер, у которого очень большое влияние не только на игру, но и в массы. То есть даже взять, сегодня мы с Костей буквально обсуждали Атланту Хоукс и взять Трея Янга. Для Атланты это действительно лидер. Для вообще в целом, для баскетбола считается звезда, которая там каждый All-Star действительно в команде. Каждый матч приходит на Трея Янга. Есть на кого посмотреть в каждой команде. Про Дончич. Особенно в Нью-Йорке приходят. Ну слушай, в Нью-Йорке тоже есть люди, которые там раскрываются и становятся звездами. Как это сделал Джерен Брансон после карьеры в Далласе. Есть в каждой команде звезда, которая супер маркетингово успешна, супер успешна среди зрителей. И которая дает свой буст и с точки зрения игры, и с точки зрения узнаваемой. Про маркетинг мы поговорим. Но если мы возьмем вот это величайшее сборище ТОП-75, которое было посвящено юбилейному году NBA в 75-летие, туда вошло целых из 75-ти 30 игроков из той эпохи, которую я представляю. Которые так или иначе засветились и заиграли в 90-х. Все дело в течение времени. В 2040-м году этих игроков, которые сейчас играют, будет больше. Современно попало туда 10 человек. Потому что они еще не достойны из-за того, что они еще не обросли вот этим мхом легендарности. Мох легендарности? Ну конечно, но это же все история про ностальгию. Мхом легендарности и оброс Бен Симонс, понимаешь? С северной стороны. Ты же понимаешь, что спустя 15-20 лет как минимум человек еще 20-30 будут включены. Ну понятно, что это уже будет не ТОП-75. Нет, ну я с тобой не до конца согласен. Это будет ТОП-100 условно. ТОП-80 наверное следующего года. А нет, они раз 25, да. ТОП-100. Ну конечно, это механически все сюда, Йокича, Дончича и прочие, они попадают, если они уже нет. Ну слушай, я тут наткнулся недавно на статистику. Потенциально, кто станет холлофеймерами современных. Вот, там не все так однозначно, как мне показалось. Потом можем обсудить. Но на самом деле, там вот точно кто попадет, там пятерка. Типа, ну там Йокич, понятно, Дончич, а Дончич даже нет там. То есть у него там какой-то процент чуть ли не к 50 тянется, что он станет холлофеймером. Поэтому я думаю, что может все еще очень круто перетрястись и большое обилие звезд, про которые ты говоришь, оно может на самом деле сыграть и в минус этому поколению, которое ты сегодня отставишь. Потому что, окей, там, я не знаю, настолько перестал цениться талант, мне кажется, в NBA, что там даже тот же бедный Донован Митчелл, который мне жутко симпатичен, он даже не суперзвезда. Хотя человек, как бы, доказывает, там, не знаю, из матча в матч, что он действительно крутой игрок. Но при этом, что очень важно, и я про это скажу, что у 90-х было лицо. То есть каждый игрок, который там... Ну ты сейчас выступаешь как хейтер Леброна Джеймса просто. Нет, я говорю про лицо. У тысячных тоже есть лицо получается. Нет, нет, подожди, я говорю, было лицо, что каждый лидер своей франшизы был такой суперзвездой классный и за ним следили. А сейчас вот из-за того, что там соцсети, из-за того, что там, не знаю, как ты говоришь, в каждой команде, они уже просто, как бы, ну, просто чуваки, которые работают, ну, на многимиллионах контрактах. Кирилл, я, правда, не очень разбираюсь в цифрах, но есть такое значение, как коэффициент конкурентноспособности. И с 0,35 в 90-е он стал 0,4 в наше время. А это значит, если это коэффициент конкурентноспособности, что конкуренция выше? Что твой довод неконкурентноспособен, потому что... Пожалуйста. Потому что, если мы посмотрим на статистику, то в 90-е команды одерживали в среднем 41 победу. В то время, как сейчас, современная, этот коэффициент стал, ну, точнее, показатель стал 42 победы. То есть соперники стали что? Слабее, ты хочешь сказать? Ну, конечно, чуть-чуть слабее. За счет этого, наверное, вот эта погрешность, про которую коэффициент, про которую ты говоришь, она подросла. Нет, ну, с другой стороны, Кирилл, если посмотреть на это с другой стороны, мы поймем, что, значит, командам сложнее войти в плей-офф. Если есть порог 42 победы, например, значит, это, ну, как, знаешь, в АПЛ, в футболе надо набрать 40 очков, чтобы точно не вылететь. Значит, то же самое и в баскетболе. Если у тебя 42 средняя погрешность по победам, по всему сезону, значит, тебе нужно как минимум гнаться за 43-44, чтобы гарантировать себе место в плей-офф, там, не в плей-ине где-то там вылететь, а точно попасть в плей-офф. Это же тоже говорит о том, что надо тебе больше из трусов выпрыгивать. Не совсем. Я об этом хотел сказать позже, но раз мы затронули эту тему. В 90-е это был период этого большого взрыва, когда лига расширялась. И сейчас не соврать, мне кажется, по-моему, 4 команды пришли в лигу. Это Орландо, Миннесота и 2 канадских, Ванкувер и Торонто. Понятно, что эта команда, ну, там сразу, наверное, выстрелила только Орландо, выстрелили, да, потому что шаг подписали, и Пенни пришел. А остальные команды все равно достаточно долгое время были таким балластом. И вполне возможно, что вот этот вот показатель, да, как раз-таки появилось именно от того, что ну просто команды были на этапе формирования. Они там, у них еще... Ну сейчас тоже очень много команд, которые там типа Детройта на этапе всю жизнь формирования, переосмысления. Нет, ну это, нет, это вопрос хренового менеджмента. Ну да. Вот как раз-таки это управленческий, который тоже является частью соревнований. Там, когда команда играет, там у них еще краской пахнет, там в раздевалке, знаешь, и еще там на полставки по ассистент-тренеру уборщица подрабатывает, потому что персонал не успели набрать. Обязательно. Ну, естественно, это как бы корректирует. Ну и раз уж я эту тему затронул, чем прекрасны 90-е? Тем, что именно в 90-е, благодаря популярности лиги на тот момент, она вот так вот увеличилась. Шутки сказать. С 25 команд до 29, да, я могу сейчас цифрами напутать чуть-чуть, но у меня поправьте, если что. Целых 4 команды приросло. Сейчас в лиге 30 команд. То есть за весь этот период, получается, лига увеличилась. Просто тогда лига была абсолютно еще не сбалансирована, еще не сыграна, и поэтому в нее вливались новые команды. Давай мы посмотрим этот период. Когда уже все хорошо, смысл что-то новое вливать? Ну не, все хорошо. Во-первых, как бы нет предела совершенству и размеру цифр на банковском счету. Потому что, ну, как бы лига растет, это коммерческий продал. Не, Гирилл, ну надо думать о людях еще. Ну, 82 игры в среднем сезоне, это и так, по-моему, овер. Слушай, ну, можно, я уверен, что можно схему игры по дивизионам или там укомплектовать дивизионы, перекинуть кого-то куда-то. Все равно. Если ты к тому ведешь, что чем больше команд, тем больше бабок можно срубить на рынке, тебе, значит, и больше матчей надо делать, это невозможно, к сожалению. Не, я думаю, что в пределах, там, не знаю, до, там, 35 команд можно остаться в этой схеме сезона. Вопрос в том, что для этого должен быть базис. И в 90-е, поскольку игра имела, лига имела лицо, лига много, я сейчас говоря лицо, я не имею в виду именно Джордана, я имею там много таких звезд крутых, которые реально были харизматами, они реально были атлетами мощными. На них реально хотелось смотреть, на них равняться, там, не знаю, драться, как они, биться, и это было в части. Естественно, народ на это смотрел с кайфом, и рейтинги про это говорят, мы потом, я прямо обязательно цифры прямо приведу, и когда у тебя есть такая база, ты можешь спокойно этот продукт масштабировать, что лига и дело. Сейчас нечего делать, вот мусолится, там, придет в Вегас, придет в Мехико, или кто там еще, Сиэтл вернется, ну, сколько уже эти разговоры ведутся? Вот ты удочку закинул по поводу атлетизма, это скорее не атлетизм, это скорее всего безбашенность. Если брать атлетизм, именно баскетбольный, то он стал намного выше, как бы это парадоксально не звучало. То есть прыжок был в среднем, 71-81 вертикальный в 90-е, сейчас 76-91, то есть почти метр вертикальный. Да у них просто обувь появилась. Дело не в обуви, дело не в обуви. 90-е это уже период, когда приходили новые технологии, арбике и прочие вот эти кроссовки, которые более-менее... Там и подрост прыжок. Не-не-не, история же, ты вот продраться, кому это интересно смотреть, 90-е несомненно лучше, именно борьба мужская и так далее. Но именно баскетбольный атлетизм, умение выше прыгнуть или там сделать лучше данк, сейчас это намного все выше по показателям. По показателям! Спасибо. Я предлагаю сейчас нам закрыть вот эту тему качеством моим ответом. Мы сейчас двигаемся вместе с системой, правильно? То есть вот в той системе 90-х прыжка там 75 сантиметров для того, чтобы запердолить с мясом сверху было достаточно. Все тогда тренировали. Мы понимаем, что пришли новые технологии, новые препараты, новые там, не знаю, конструкторы и дизайнеры обуви пришли. Но там мужики выходили и играли в кроссовках, в которых сейчас страшно по улице ходить, потому что можно ногу подвернуть на любой яме. Ну не в 90-х. Да, слушай, да. Ну, Кирилл, ну ты говоришь про это как про 60-е. Ну ты выйди, поиграй в третьих Джорданах. Так нет, ну дело не в том, что... Если ты не этот Ян, как это, Свеги Пи. Нет, ну, Кирилл, ты преувеличиваешь. История идет про 90-е, мы не говорим про 60-е годы. Нет, нет, вообще... И в лаптях люди играли. Подожди, давай мы просто пойдем по хронологии. То, что стала обувь лучше, да, лучше. Да если ты по хронологии пойдешь, ты сейчас просто приводишь в пример конец 90-х, когда Лайверсона там кроссовки... Из-за кроссовок 15 сантиметров прыжка никакой кроссовок тебе не добавит. Если сейчас ты переобудишься хоть в пружины, я тебе серьезно говорю, это совсем другое. Стоп, я тебе говорю не про то, чтобы прыжок прибавился на 15 сантиметров за кроссовок, чтобы кукурствовали. Я тебе говорю, да нет. Ну, по сути, ты это сейчас защищал. Нет, я тебе говорю, что внутри вот этой системы 90-х мужики показывали крутые результаты даже без контекста того, который сейчас есть. Вот, и это заслуживает уважения, что они там действительно были спортсменами, они там не свипали матчи для того, чтобы просто там отсидеться. И там лига с ними не боролась. Для них это было, ну, как бы делом чести выходить и рубиться. И это как раз таки подкупало. Кирилл, тогда ты все мои доводы будешь сваливать на то, что мы просто идем с течением времени. Хорошо, что ты скажешь про разноплановость игроков? Например, там, поинт-гард в среднем там в 90-е годы, когда просто твоя задача распасовывать и там набирать очки, собирал там, ну, наверное, два подбора, да, там, в среднем за игру, потому что это не его дело. Сейчас там Лука Дончич с радостью делает трипл-даблы с десятью подборами. И в среднем 4-6 подборов. Я вообще не до конца согласен. Тоже ты скажешь, что баскетбол изменился, все по-другому? Не-не-не, я не до конца согласен, что Лука Дончич там прям... Да я просто привел пример. Любой поинт-гард. Йокич. Ну, например, Йокич. Ну, любой. Ну, то есть даже Трей Янг больше двух подборов в среднем за игру делает. Хотя это вообще там... Я даже в статистику могу не лезть, это точно так. Потому что более разноплановые и... Да просто больше дальних бросков стало. Вот, ты опять же скажешь, что это тоже просто хреново. Нет, ну, я говорю, больше стало дальних бросков, соответственно, дальних бросков больше дальних отскоков бывает. Ну, тогда я тоже могу говорить о том, что... Ну, тогда нужна была борьба, поэтому такие все мужики были, а сейчас это не нужно. Но я могу тогда сказать, что разыгрывающий за... Разыгрывающий за... Разы... Он должен разыгрывать. Он не бросать. Потому что шутинг-гард это второй номер. Ну, окей. Да? Ну, просто... Потому что каждый должен делать свое дело, понимаешь? Разыгрывающий за... Стоктон. Маленький, шортики коротенькие. Взгляд целеустремый. Взгляд целеустремленный передач Куна забил человек, у которого огромные плечи. Ну, да. Джейсон Кит такой же примерно. Джейсон, да. Просто мы придем к тому, что... А вот у меня есть вопрос, например, к Кари, как к разыгрывающему защитнику. Почему он столько бросает? Почему он столько бросает? Ну, я могу этот вопрос... Ну, потому что он разыгрывающий защитник. Ну, ладно. Открытый вопрос остался. Ребята, а вы как думаете? Напишите, а мы пока перейдем ко второму раунду. Позади первый раунд. Сегодня у нас схватка адепта 90-х против любителя современности. Джорд, Стокт, Кэмп. Какие были ребята. Эх, главное, что болт скулы не свело. Ну, а мы фиксируем, что после первого раунда пока ничья. 1-1. Идем дальше. Стиль игры и правила баскетбола. Он называется у нас второй раунд посвящен... Многое поменялось. Да, мы на этом остановились. И, наверное, с точки зрения зрителя... Зрение зрителя, оно же... Зрение зрителя. Зрение зрителя. Это ваш, чем у меня. Я половину Антона... Кирилл дрался перед выпуском. С лечменем и программом. Баскетбол более быстрый стал. Он стал динамичным. Возможно, как раз-таки, в основном, благодаря тому, что перестали много борьбы навязывать друг другу люди, появились быстрые атаки. Но именно с точки зрения зрителя, когда ты видишь 90 очков в среднем за игру, это одно. Когда сейчас 100-105, это другое. Просто обычный человек, который смотрит баскетбол... Ну, опять же, вот мы с Костей по этому поводу все время спорим. Когда матч Евролиги Цервена-Звезда-Олимпиакос заканчивается... 60-58, да. Костя говорит, ну что там смотреть? Ну 60-58. Ну вот закончился матч. А ты к Косте ставил футбол когда-нибудь? Там вообще непонятно, как 0-0, да? Да. Ну, действительно же, есть определенные ценители, которые любят, когда около 40 секунд идет на атаку. Но когда ты обычный человек, которому просто, вот ты домохозяйка, и тебе захотелось посмотреть что-то, и идет баскетбол, ну действительно приятно, когда команда играет 128-130, и все это складштаймом, и все это атака на атаку, или я что-то не так делаю. Я считаю, что из-за этого падает качество игры. Ну, потому что счет не является показателем качества. Мы же говорим про... И интенсивности. Давай, ладно, я назову это интенсивностью. Хорошо. Мы говорим просто про... Про зрелищность для конечного потребителя. Это первое. И во-вторых, мы же понимаем, что регулярка это одно, плей-офф это другое. Есть плей-офф матчи, которые заканчиваются там 87-93. Но в регулярке, что мешало в 90-е, в 13-м матче сезона, будучи, ну там, я не знаю, Чикаго, набросать 130 сопернику. И в среднем свою результативность вывести на уровень там 110 по... В прайме когда-то, 110 по матчам. Но это же возможно? Возможно. Ну смотри, мы когда ехали на этот спор, мы наверняка ехали под разную музыку. Я ехал там, слушал Onyx, Naughty by Nature, Woodank Land. Ты, скорее всего, ехал под Люси Чеботину, потому что Люси Чеботина это отличный саундтрек к NBA современности. Потому что есть очень... Какая песня конкретно? Ожидаемая. А есть еще какая? Ожидаемая. Песня человек, который абсолютно не знаком. Песня Чайка, ладно, окей. Возможно, такая есть. Даже не знаешь. Потому что нет лиц со времен. Короче, со времен 90-х поменялось несколько правил. Которые отчасти, которые появились и были отменены. Почему так много не забивали? Потому что в защите, во-первых, все играли очень жестко индивидуально. И было такое правило checking hand. Это когда ты можешь рукой контролировать и выталкивать своего оппонента. Но это не совсем баскетбол. Когда есть правило трех секунд, например, ты не увидишь этого. Его правильно ввели. Потому что не увидишь того, как два мужика просто бодаются без мяча абсолютно в трехсекундной зоне. Потому что... Нет, это было не только без мяча, это и с мячом. Поэтому обыграть своего защитника было гораздо сложнее. И у этого есть обратная сторона. Из-за того, что постоянно шел серьезный контакт. Это был контактный по-настоящему баскетбол. Я думаю, что сейчас это примерно как баскетбол 3 на 3. Вот плюс-минус это. Естественно, градус накала все время был очень высокий. Потому что когда тебя оппонент все время тыкает локтем, все время он тебя как-то пушит, ты все равно заводишься. Особенно, если у тебя особо не идет что-то. Если мы посмотрим игры, не знаю, сравнить игры Леброна сейчас и игры Джордана, не знаю, нарезку. У Леброна конфликтов-то особо и не было. У него конфликты с судьями, конфликты какие-то самим собой, внутренние конфликты, не знаю. У Джордана постоянно, мне выдает одна из сетей запрещенных хайлайта его, как его там лупили просто, и у него вот каждый там забитый с фуалом мяч, это типа... Смотри! Выблеск эмоций. Да. Ну, слушай. И вот, если мы возвращаемся к твоему пассажу о том, что сейчас матчи по 130 очков, раньше были по 90, ну, просто внутри этих 90 забитых очков было эмоций, накала, интенсивности, контакта в разы и в разы больше. Я не спорю с этим. Потому что смотреть даже обывателю, вот ты там приходишь, вот эти два очка, которые забиты без защиты, они никакой ценности абсолютно не имеют. Я с этим не спорю, Кирилл. Я спорю с тем, что для обывателя, даже для зрителя... Да непонятно, непонятно, что лучше. Ну вот смотри, ну прикинь... Когда это интересный матч, я говорю про то, что когда там 130-128, это все в плаче... Ну прикинь, как было приятно болельщикам Майами увидеть факт от Джона Старкса. Дело в том, что в те времена тоже были проходные матчи, когда вот эти два очка с фоллом, которые выплескивают эмоции, когда ты играешь 100 на 70, там нет таких эмоций, хотя результативность все равно остается низкой. Были проходные матчи, особенно у сильных команд, тех же Чикаго, когда ты их защищал, они действительно были наголо усильнее многих. И когда матч с низкой результативностью, это не значит, что там каждое очко на вес золота. Там такие же разрывы в 30 очков были. Все равно, смотри, когда у тебя сильная команда, у слабой команды остается этот инструментарий в форме контакта. И поэтому слабые команды тогда могли давить сильных команд. Понятно, что они проигрывали, но они могли навязывать пусть и не техничную, не баскетбол, а борьбу они могли навязывать. И это тоже была часть соревнований. Это уже просто как встать в автобус в футболе и ждать, пока тебе повезет. Но то же самое. Вдруг у меня залетит, а тут я отборюсь. Я не считаю, это была часть баскетбола, которая была привычной, которую принимали как правило игры. И либо еще одно правило, которое также повлияло на динамику, это когда узаконили этот гейзер степ. Когда ты можешь там 14 шагов делать, прежде чем ты овладеешь мячом. Ну, это тоже. Хорошо. И как раз таки добрый вечер, там, Джеймс Харден и все дела со своими трипл степбэками. Ладно, контакты, это все, ладно, кто-то это любит в 90-е, возможно, это... Давай я просто закончу, да, с вами. Это вот все, про что ты говоришь. NBA идет, как и весь мир, идет по простому пути. Сейчас будет тавтология. По пути упрощения. То есть, есть определенные правила баскетбола. Баскетбол, капец, какая сложная игра с точки зрения правил и всех допусков. Да, если не знаешь... И трактовок, да. Понимаю. И NBA, как массовый продукт, и как раз таки, я думаю, ты об этом скажешь, ее популярность в соцсетях в частности, как раз таки во многом этим продиктована. Они отшелушивают все, что... Усложняет. Да, там условно... Есть правила пробежки, да, вернемся. Они там базу, стержень этого правила оставили, нельзя делать там больше двух шагов. А дальше начинают внутри этого жить для того, чтобы было проще. Чтобы там было проще судить, понимать и прочее, прочее, прочее. Тут согласен. Вот, например, ну, правило, когда ты после подбора не можешь атаковать еще 24 секунды, а остается у тебя 14. Да. Это же, ну, вполне вменяемое правило, которое могло в 90-е никак не повлиять на усложнение баскетбола. Ну, это же никакое не усложнение. Ты действительно делаешь его динамичнее. Ну, это хорошее правило. На чужой половине ты реально 14 секунд можешь использовать вообще как хочешь. Я не буду с этим спорить. Это хорошее правило. И понятно, что лига развивается. Понятно, что есть доработки классные. Нет, тогда все плюсы, которые я скажу, понятно, что лига развивается. Нет, нет. Секунда – это кайфовая. Ну, правда, это плюс динамики. Оно обоснованно. Когда ты начинаешь уходить в сторону того, чтобы, ой, там, вот, давайте мы будем забивать по 200 очков за игру, что мы для этого можем сделать, вот это уже немножко другая история. Здесь это плюс для зрителя. То, что там, не знаю, Зак Лавин пробегает с одним ударом вот это видео, которое куча разборов в интернете. По мне это сомнительно. Ну, правда. Потому что это упрощение игрового процесса. И ты атлетов ставишь в такое более легкое положение. Это как, типа, бы сказали, ребят, мы прыгаем не в шестом, а мы прыгаем теперь со стремянкой. Вы подбегаете к планке, ставите стремянку, залезаете и перешагиваете. Ну, вроде бы это тоже про высоту, и через планку надо фигануть, но все-таки как бы как будто бы процесс упростился. И во многом то, что ты говоришь, это продукт именно вот этих нововведений, которые я вот так вот всячески пытаюсь облить грязь. Вот по 90-м, опять же, возвращаясь к борьбе и жесткому контакту, почему в то время, хотя это вообще не объяснить развитием баскетбола и так далее, почему в то время нельзя было просто свистнуть в фолл за то, что человек симулирует флопинг? Вот сейчас это появилось. Это же можно было сделать раньше. Тем более тогда, когда было симуляции, ну, наверное, x3-4. Да не было там много симуляций, правда. Это его не может быть, потому что игра, если была контактней, значит, и были хитрецы, которые на этом играли. За счет чего, вот как ты говоришь, слабая команда может... Ну, ты типа брызнул кровью в рефери, потому что у тебя просто открытая рана была, но не сейчас приобретена. Ну, согласитесь, чем больше контакта, тем больше было симуляций. Да слушай, но блат, но фолл. Ну, давай так. Весь антураж лиги на тот момент был таким, что типа люди выходили рубиться. Да, и если ты симулируешь, это как когда Роналду перешел в АПЛ, его там все освистывали, потому что он там ножки подгибал все время. То же самое. В лиге, ну, как бы это было западло, как это принято говорить. Сейчас, да, лига наоборот борется с этим, да, когда там ноги выставляют, руки, задницу подставляют для того, чтобы поймать этот пол. Тогда такого особо не было, и тогда было жестче, и как раз таки во многом было жестче, и в плане допусков игроков относительно там общения с судьями, в том числе. Сейчас там на судью, когда Тейтему, да, за что там дали фолл, за то, что он мяч в пол ударил, да, по-моему, Тигнарь получил. Ну, это же смешно. Правда. Сейчас, но... Ну, ребята такие, о, с кутикулами идеальными. Я понимаю, Кирилл, Кирилл, ну, есть же и другая сторона медали. Будучи игроками, ты понимаешь, что в современной NBA ты более защищен, у тебя безопасность повышенная, даже иногда слишком, но если в то время, когда ты говоришь, были суперконтакты и так далее, не спортивный, чтобы получить, или там технический фолл, надо было, я не знаю, быка вывести на площадку. Тренера придушить. Да, и натравить на соперника. То тут, если будучи игроком, ты понимаешь, что если тебя кто-то коснется, что-то не так будет, и ты без мяча, ну, это же топ с точки зрения профессионализма. Ну, это топ с точки зрения, ой, чуваки, ваши богатые, идеально блестящие задницы защищены, но ты получаешь 30, там, с гагом миллионов, за то, что ты выходишь на паркет, играешь с таким же мускулистым, скорее всего, с такого же цвета кожи, и с такой же зарплатой. Да, и все хотят посмотреть, как вы рубитесь. Это все равно, что там в Древнем Риме, ну, понятно, это очень... Нет, в плей-офф ты это получаешь, Кирилл. Да слушай, да не получаешь, ты это получаешь. Далеко не всегда, просто невозможно получить в плей-офф такой же накал и такое же количество брызг крови, как если бы вся система этой лиги была под это подстроена. Ты рассказываешь про 90, как будто каждый матч ты включаешь, и у тебя после матча на паркете убирается уборщица, потому что в крови, в крови все заляпало. Давай мы будем обобщать всегда проще, потому что если мы пойдем там в детали какие-нибудь матчи Торонто, Ванкубер, там о них говорить наверное не имеет смысла. Я скорее всего про то, что если мы возьмем там, не знаю, сборку хайлайтов современности 90-х в плане физики, махачи и всяких вещей, за которые сейчас... 90-то будет более богаче подборка. Ну, конечно, это абсолютно очевидно, поэтому мы как бы говорим такими общими категориями и таких матч было много. Ну, просто ты это выделяешь как плюс, я считаю, что это минус, это не баскетбол, это скорее просто мужицкая борьба. Если хочешь мужицкую борьбу, включи бокс, UFC, еще что-то. Именно баскетбол, он стал динамичнее, ярче, атлетичней, больше очков, больше интересных даже в защите, окей, в защите даже больше крутых блокшотов, чем раньше. Это тоже говорит о физике и подготовке баскетболистов. То, что больше было контактов, это романтизируется, это круто, это альфа-самцы, но это не баскетбол, это скорее просто показывание характера. Вот я завершу, наверное, в этом возьму на себя такую честь. Такая тебе честь, такая тебе честь, у меня мысль улетела. Ты сейчас говоришь со стороны спортсменов. Не обязательно. Вот абсолютно тебе точно говорю. Ты говоришь со стороны спортсменов, потому что для них упрощается жизнь. Ну, то есть, там, Дончич, ну, давай так, давай объективно посмотрим на вещи. Если мы поместим, не знаю, Луку Дончича или Николу Йокича в NBA 90-х, я думаю, что ребята бы не отыгрывали бы столько матчей, сколько они отыгрывают сейчас. Потому что уровень контакта был выше, потому что физика была мощнее. Люди понимали, что они должны быть накачанными, не потому что, чтобы круто на пляже выглядеть, когда ты на рыбалку уехал в Канкун, а для того, чтобы тебе просто твой мышечный корсет тебя защитил, и они не разломали тебя пополам. Тогда было так. Сейчас Лига, из-за того, что она стала такая зумерская... Ну что, ты хочешь сказать, вот эти 17 килограмм мышцы, которые у Яниса, это просто для того, чтобы он на пляже ходил? Нет, Янис там исключение. Я тебе говорю скорее про тех людей, которые там являются суперзвездами, но не являются при этом суператлетами. Ну вот сейчас в Эмбаньяма пришел, но он же наберет килограмм 20 за ближайшие года три. Если его не разломать. В Эмбаньяма как Гарнет. Ну то есть Гарнет тоже в лигу такой приходит. Но он же это не для пляжа делает. Но я тебе говорю, что если бы В Эмбаньяма бы оказался в лиге и против него бы играл там Юинг, Робинсон, там не знаю, Малоун или прочие, мне кажется, В Эмбаньяма бы после каждой игры кровью бы плевался. Да так же то же самое будут говорить через 20 лет. Он приходил, там был Янис, там был Дэвис. Я думаю, да, потому что через 20 лет с такими темпами будут играть пушистым розовым мечом люди, которые будут говорить нет, 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 контакт запретим, это мои личные границы. Кирилл, ну ты утрируешь. Я говорю про то, что в баскетболе главное попасть в кольцо. И чем больше попаданий, тем лучше, тем больше, тем смотрибельнее. Давай мы просто запретим блокшоты и защиту. Будут забивать по 250 очков. Ну ладно тебе, я говорю про смотрибельность. И смотрибельность она выше. Второй раунд завершен. Современные гибкие правила, повышающие зрелищность или суровые мужики из 90-х. Тут кому как больше нравится, мы никого не осуждаем. Но по нашему мнению, победа во втором раунде остается за... Да ни за кем она не остается. Снова результативная ничья. 2-2. Ребята, ну просто в ударе. Третий раунд. Третий раунд у нас называется наследие, влияние и процессы. Тут очень неоднозначно все. Я сам не хочу защищать современную NBA. Просто за счет того, что ты посмотри, какое сейчас процветание, какие соцсети. Просто потому, что в прошлом времени их просто не было. И говорить о том, что сейчас каждый даже на скамейке игрок какой-нибудь на излете Двайт Ховардом сидел в Лейкерс и у него Инстаграм популярнее, чем весь NBA 90-х вместе взятый. Потому что тогда просто этого не было. Тут скорее про... Сравнил Инстаграм Ховарда с отсутствующим Инстаграмом. Запрещенный, кстати, в России. Так получается? Да. На самом деле есть очень крутой показатель, которым мы можем сравнивать. Это просматриваемость и популярность финалов. Тоже нет. Нет. По телеку. Тогда все это телек считался. Сейчас любая стриминговая платформа... Все-все-все. Нет, нет. Это все невозможно сейчас подсчитать. Сколько людей посмотрели это на Твиче человека, который стримит это просто так, за бесплатно. Во-первых, NBA не показывается на Твиче. Показывается, я смотрю иногда. Что? На Твиче? Человек просто покупает... А, нет. Это пиратик. Конечно. Нет. Мы все-таки говорим про... Это невозможно отследить. Нет. Мы говорим про официальные трансляции, потому что... Сколько геймпасс купило... Самые жирные контракты NBA это какие? Это трансляционные права. Соответственно, люди их считают и рейтинги, когда провисают для NBA, это огромный колокол, который звенит в голове у Адама Сильвера. Если мы посмотрим, то рекорд самой просматриваемой игры, это шестая игра финала 98-го года. Более... Почти 36 миллионов человек были у телеков и смотрели эту игру. В шестнадцатом году, да, 31 миллион смотрели финал. Ну, то есть, это тоже пиковые показатели. Но при этом, если мы посмотрим, в 93-м шестую игру смотрело больше народа, было 32 миллиона, чем в 2016 году. То есть, NBA тогда приковывало взгляды людей у телеков. Нет, Кирилл, это легко объясняется тем, что если ты живешь в 92-м, например, году, и ты хочешь посмотреть финал, у тебя есть на это время с 8 до 10 вечера, и ты должен быть у телевизора. Если ты хочешь посмотреть финал, и ты, ну, ты не такой фанат баскетбола, то есть, понятно же, что из этих 36 мультов, как минимум, 20 мультов, это среднестатистический болельщик, который не болеет, возможно, ни за одну, ни за другую команду, а просто хочет посмотреть вечером спорт. Если ты такой болельщик сегодня, то ты не обязательно должен включить в это время телевизор. Ты можешь буквально уже через час зайти на любую платформу, посмотреть все самые яркие моменты, которые нарезаны на 20 минут, и ты можешь получить тот же спектр эмоций, не зная просто счета, ни спойлере, и ты можешь это посмотреть не только так, ты можешь, как бы это плохо ни звучало, в пиратских версиях, ты можешь это посмотреть на других стриминговых сервисах. Клипово смешления, это да, это минус сегодняшнее поколение и так далее, но человеку впадлу смотреть три часа с рекламой, с тайм-аутами и прочим-прочим, когда есть вырезка, а есть вырезки там на 45 минут, где именно игра. Ну, давай так, мы, конечно, понимаем, что в 90-е тебе, возможно, кажется, вот этот, типа, человек откатил камень от пещеры, вышел и пошел баскетбол посмотреть. Там ты посмотришь это в новостях, эти новости, это еще так же надо включить. Во-первых, на всех каналах, которые транслировали NBA, даже в России были хайлайты, были прямо выпуски они тоже в определенное время, и если ты домохозяйка, ты не будешь за этим следить. Домохозяйка, в принципе, не целевая аудитория. Не целевая, но она в 36 миллионах занимает как минимум 6. В какой-то ты посчитал. Ну, потому что просто по статистике я уверен, что это... Слушай, но это все равно очень показательная история, правда. Ты можешь это как угодно разносить или спорить с этим, но все равно есть определенный пул каналов, которые покупают права на трансляции и стриминговые платформы в том числе. Но интерес у людей падает в NBA во многом, потому что нет такой борьбы, как мы говорили раньше. Поэтому это цифры. С ними можно спорить, можно говорить о том, что вот подсчеты поменялись, аудитория. Понятно, что аудитория у NBA шире, но ее интерес конкретным финалом он ниже. И отчасти это потому, что падает в принципе интерес к игре. И вот эта фраза, когда в нулевых для нас был бы идеальным вариант, если бы Лос-Анджелес играл с Лос-Анджелесом, вот. Она на самом деле о многом говорит. Она говорит о том, что если мы берем период 90-х годов, было очень много ярких звездных плеяд, было много династий, много команд, за которыми было интересно смотреть. Может быть, не таких сильных, но зрелищных, со своим лицом и так далее. И они создавали интерес к лиге общей. Сейчас NBA смотрят, ну, из-за, не знаю, мне кажется, команд, количество которых можно пересчитать по пальцам одной руки. Есть хороший пример. Понятно, что он может быть не в тему, но вот есть чемпионат мира по хоккею, которые смотрели в нулевые, больше, чем сейчас. И тоже, опять же, про телек возвращаемся. Понятно, что сейчас рассвет хоккея, и никто еще фу-фу-фу-фу, слава богу, не завершил карьеру из ярких звезд, типа наших даже, Овечкин, Малкин, прочие, Кучеров и так далее. Но меньше смотрят. Не из-за того, что есть чемпионаты мира, на которые они приезжали, но меньше смотрели, просто потому, что есть другие альтернативные сервисы, когда ты можешь посмотреть все там семь шайб матча за минуту, и ты не супер болельщик хоккея, который ждет этого матча и включает, особенно, если за океаном этот чемпионат мира проходит, понятное дело, что тебе лучше с утра посмотреть. Давай мы теперь немножечко поразмышляем тогда и опять-таки отталкивайся от твоей логики. Мы сейчас говорим, что люди существовали в ограниченном количестве возможностей коммуницировать со своим любимым контентом, но при этом они собирались у телеков и смотрели. То есть, это все равно очень большая аудитория. И мы понимаем, что за пределами этих телеков люди, которые не посмотрели, посмотрели хайлайты, были в дорогах, еще где-то. И если мы представим вот так вот, возьмем просто все, спроецируем на аудиторию, что у них появились бы ютубы и так далее, эта цифра могла быть совершенно другой. И как в большую, так и в меньшую сторону. Поэтому здесь очень сложно про это говорить, но на мой взгляд, вот эта выборка статистическая, она все-таки является релевантной и во многом показательной в плане аудиторного интереса к лиге в 90-е и сейчас. Хорошо. Закончили тему про рейтинги. Есть тема иностранцев. Иностранцы, которые рекой текут сейчас в NBA, все новые звезды практически, это все сплошь и рядом иностранцы. Много иностранцев MVP получают. Как к этому относиться? Это же плюс несомненный. Когда расширяются границы, когда есть цель у французского и греческого, я не знаю, славянского мальчика уехать и заиграть в лучшей лиге мира, когда ты знаешь, что тебе открыт путь, неважно, какой скин завуалирован. Кто бы это мог быть? Есть определенный путь, который ты можешь пройти и ты можешь добиться своего успеха. Раньше такого не было в связи с этим создал силовой. Игра была силовой. Есть силовые. Слушай, я небольшая ряня с силовой достаточно человек, но он грек. Да, он такой же грек. Но в прошлом выпуске 1 на 1 ты говорил, что он все же грек, когда закричал и защищал европейский русский. Я объясню свою логику, я не отказываюсь от своих слов. Янис продукт европейской школы отчасти, ну во многом. Но при этом тело у него не европейское. Разумеется. То есть он типа человек такой Павел Круфф. Как бы сказал. Человек, ничего имени нельзя назвать. Разумеется. Вот. Я сейчас просто ретроспективу дам. У меня в детстве был альбом для наклейку и он назывался «Баскетбол». Какое незамудренное название для баскетбольных наклейок. И там были там в каждой команде была посвящена одна страничка, там было 5 наклеек с игроками и эмблема можно было наклеить. И в середине не знаю, почему они так сделали, но сделали. В середине был как будто бы постер, который вот так вот, знаешь, он там на кнопочке, на скрепках его надо было. И он был посвящен легионерам. То есть легионеров вывели на отдельную страничку, да. И я помню этих ребят. Мне было жалко каждого, потому что там был Жан Табак, там Дина Раджа, там такие как бы чуваки, которых знаешь только ты. Ну, про Дину Раджу, кстати, недавно Дивот, по-моему, сказал, что никто вообще с ним не сравнится по уровню даже Йокича. Это Дивот сказал. Ну, вот. Я, честно, не очень помню, как Дина Радж играл. Я помню, что он был в Celtics. Поправьтесь, я не прав. Вот. И они как бы были инородным телом. Даже Тони Кукач, который был трижды MVP финала четырех, всего, в Европе, всего три таких человека, два человека в мире. он был... Аппендицит. Ну, он был... Нет, он выиграл лучшего шестого игрока в 96-м, но все равно... Но это отмечали как вообще какое-то невероятное. Я помню, когда там сюжеты делали, что Тони Кука чуть ли не талисман удивил. Да, но он был реально, то есть, типа, это был лучший игрок Европы, наверное, индивидуальный. И вот он в NBA там был далеко не пятый скрипкой. Ну вот. А сейчас такая возможность есть. Потому что игра другая. Потому что Йокич может... Или там Дончич может... Другая, это же не значит плохая. Нет, я говорю о том, что она физически просто менее интенсивная. 82 игры в сезоне, ты будучи Йокичем 40 минут в среднем проводишь на паркете, и это менее энергозатратная интенсивная игра. Когда ты 40 минут проводишь на паркете, и тебя постоянно локтем тыкает огромный чернокожий мужчина вот с таким трицепсом, и ты каждую атаку... Это такое ощущение, что сейчас все такие дохляки прям. Нет, ну... я не говорю, что они сейчас там дохляки. Я говорю о том, что у них меньше. Вот раньше можно было и ножом ткнуть, и выстрелить, а сейчас только ножом можно ткнуть, понимаешь? Ну, не знаю. Вот типа вот такая история. И поэтому он и проводит 40 минут, потому что уровень контакта физического меньше. А бегать... Ну, бегать... Ну, если ты профессиональный спортсмен, учитывая, как бегает Йокич, ну, типа, это спортивная ходьба. Ну, это да. Нет, ну, я опять-таки не умоляю того, что это все равно большой труд, но он бы не выбегивал бы 40 минут за матч в своей физической форме нынешней, если бы против него так же интенсивно и жестко защищались, как раньше. К этому же можно прикрепить историю про аналитический подход, который появился. Да, баскетбол другой, да, это мы все слышали, но есть определенные рамки, когда как раз-таки люди, будучи во главе Денвера, понимают, что Йокичу необходимо сыграть вот именно эту 41 минуту, чтобы в следующем матче он был в оптимальной форме. Раньше такого не было. То есть мы отголоски, я не помню, когда там были супер последние, там, я не знаю, 5 лет, какие-то супер невероятные травмы, где нам показывали бы и блюрили кадр. Ховард. Ну, блин, может быть. Гордон Хевард, который, кстати, завершил карьеру. Вот отголоски... Блэй Томпсон. Дабл. Дабл чек! Ну, может быть, с натяжкой. Зайон. Нет, Зайон это... Просто хронический. Это хронический, это другой вопрос. Просто отголоски, вот когда Коби еще рвал ахилл, это уже... Вот это отголоски вот того 90-го баскетбола. Ну, Дюрант, это не последние 5 лет, это раньше все же было, мне кажется. Это еще... Ну, в финал сторон. В общем, аналитический подход, он не только вот от этого уберегает, он еще и развивает баскетбол, потому что, ну, как бы мы не хотели не упираться в цифры и не там не отдавать при... там, я не знаю, приоритет, результативность и прочему, мы же понимаем, что цифры все равно решают. Если у тебя есть трипл-дабл, значит, ты качественный игрок. Будучи ты там Рассел Весбург, ты читеришь этот трипл-дабл, не читеришь, но если у тебя есть эта продвинутая аналитика, где показано, сколько из там 10 подборов ты на читерил, а сколько нет, ну, и там все же нет чем, да, то Рассел Весбург... Или может быть. Да, то все равно Рассел Весбург как раз про то, что ты говорил про 75, и Рассел Весбург туда попал, благодаря в том числе этому. Да Весбург из 90-х, чувак. По виду, да. Нет, ну, нет, да. По виду и по своему стилю игры. Чувак из 90-х. По виду и по стилю, да. Как и Дерозен. Вот эти два чувака, которых ты отправляешь в 90-е, все, ты посмотри на его атлетизм, ты посмотри на его стиль игры. Нет броска, там дальше 4-х метров он не попадает. Был. Был бросок. Сейчас он куда-то пропал. Пропал, окей. И бешеный атлетизм. Ну вот, это как бы человек... И при этом он там шутинг. Нет, ну, Джамаран, ты тоже хочешь сказать из 90-х. Тоже бешеный атлетизм для своего... Нет, Джамаран другой, нет. Я, на мой взгляд, Весбрук по костепу своему и вообще... Нет, возможно. По корсету мышечному помощи. Тут я согласен. Но в целом, в лиге, на баскетболе в целом, появилась продвинутая аналитика, которая помогает его двигать вперед. Это очень круто, что лига, понятно, как и весь мир, движется вперед, да. И в аналитике, и в медицинском подходе. И понятно, что там, наверное, медштаб. Это просто представить, что какой-нибудь игрок там на максималке, какой-нибудь Джейлен Браун, которого там все пылинки сдувают, там на ТО увозят каждые 13 километров, для того, чтобы... Ну, понятно, потому что у тебя такой актив в команде, если он сломается, ты просто потеряешь почудение. Да, естественно, все подходят. Тогда не могли так делать. Тогда там чеснок дали, не знаю, на шатре понёпал, пошёл этот, лупить всех. Я не знаю, кровь идёт, нет, всё, я могу выходить. Поэтому, ну, это нормальное, нормальное развитие. Но при этом... Но опять же, я говорю, с точки зрения спортсменов, смотри, это плюс. Я не буду с этим спорить. Там легендарность матча, когда там Джорданская температура умирала, она есть. Но это неправильно с точки зрения спортсмена. Это правильно с точки зрения спортсмена. Это неправильно с точки зрения... Это очень хороший тоже спорт. Ну, это же история про... Если бы с ним были осложнения, это было бы... Все бы говорили, ну, дурак. Да. Или если бы плохо сыграл, ну, дурак. А тут легендарность... Но с точки зрения спортсмена Джордана, это... Вот как раз-таки можно два примера, да, привести. Если бы он обосрался, Это на самом деле два примера. Один, наверное, я бы все равно отнес бы к современному баскетболу. Вот есть Джордан с флюгейм, есть Винс Картер, когда был седьмой матч как раз против Филадельфии, когда он накануне этого матча поехал получать диплом, потому что он обещал маме. Кто поступил правильнее? На мой взгляд, Джордан, как человек, который нацелен на результаты как спортсмен, он сделал все, оставил всего себя для того, чтобы принести пользу и победу команде. Картер молодец, классно, но поступил для себя. И поступил не как Винс Картер спортсмен, а поступил как Винс Картер выпускник университета. Поэтому с точки зрения отношения, понятно, что нельзя попустительски относиться к концу. Я про это. Но на этом эпизоде, когда это финал и ты готов ради этого... Ты же понимаешь, что человек на максимум не может играть при температуре 39-40. Понятно же, что это гипертрофировано и вся эта история... Но Джордан все равно провел этот матч легендарный. Хорошо, да. Поэтому здесь нет никаких вопросов к нему. Что еще очень клево, обязательно про это надо сказать, мы сейчас очень акцентируем внимание на игре. Но есть один очень важный культурный момент, который произошел в 90-х. Это трансформация форм. Я про это очень хочу сказать, потому что нельзя, чтобы... Ты-то знаешь, кто фон. Да, я как фанат этого всего могу сказать, что именно 90-е случили... В 90-е произошел дизайнерский перелом. Благодаря Алену Айверсону, да? Нет, Алену Айверсон всего лишь тело, на которое надевали крутые формы. Ага, хорошо. Ну, в этом контексте. Там много всяких моментов произошло, в частности, технологических тоже. Когда можно было всякие нанесения крутые дела. Тут я тоже могу сказать, ну, баскетбол развивался, все развивалось. Поэтому это выпало просто на 90-е. На самом деле, если посмотреть, там формы 90-х, да, я думаю, что многие со мной согласятся. Если нет, то тоже напишите в комментах. Формы были прям суперкрутыми. И они стали частью хип-хоп и вообще и поп-культуры, потому что их хотелось носить. Сейчас... Sorry, but no. Единственное, что... Просто уже все развилось до такой степени, что не знаю, что вы думаете. Это на самом деле кризис идей. Абсолютно. Просто попал на это время. Да, единственное, что вот я бы отметил, это вот только City Edition формы, которые действительно были классной дизайнерской находкой. И опять же, мы возвращаемся к тому, что ретро всегда все лучше смотрится. Хоккейный, футбольный, баскетбольный. Всегда ретро будет в части. Всегда это будет круто. Во-первых, это после какого-то возраста приходит. Не хочу тебе угорчить. Да, да. А во-вторых, ну, знаешь, взять там унылые формы, когда был Adidas. И там, хотя они гораздо там... Даже сейчас вот те формы взять и нынешние, те формы хуже. Хоть это тоже уже можно считать ретро, там 20 лет прошло. Да, или там, ну, около 20. Поэтому вот это тоже очень важный вайп, который подарили нам 90-е. Последнее, ну, да, пожалуйста, если у тебя что-то... Ну, последнее, что я хотел бы сказать про современного баскетбола, его плюс, который он внесет все-таки в наследие. Это команды, которые были в 90-е, они больше танковали, потому что сразу же ты имел право выбирать на драфте первым номером и так далее. Сейчас такого нету, ну, что там, знаешь, лотерея, туда-сюда. И, ну, нет смысла прям сливать все подряд. И остается, вот опять же, про конкурентноспособность мы говорили, остается эта конкурентноспособность. И даже Ганнингем один в Детройте добыл там несколько побед все равно Детройту, потому что смысла 82-0 делать нету. Ну, понятно, что и в 90-х такого не было прям. Но есть вероятность того, что так бы было, если бы это правило не вступило в силу. Ну, здесь не поспоришь, такой административный факт. У меня есть два нюанса, два момента, которые я очень хочу сказать. Первый, это связанный с матчем всех звезд, потому что то, что сейчас происходит, на это смотреть невозможно. Это полная шляпа, если в сезоне нет уровня контакта и часто нет такой конкуренции, то там абсолютно нет. В 90-е, ну, там 90-е, нулевые, да, в начале, все-таки можно было увидеть матчи всех звезд, где происходило заруба. Даже в 10-е были защитки, да. И еще один очень важный тоже нюанс, за что я люблю 90-е, за их трушность, за то, что там скандалы, которые там происходили, они были прям вот искренними, они были крутыми. Там Родман, там, не знаю, с Карман Электрой в каждом уголке, значит, арены попробовали, то, что могли попробовать. Два взрослых половозрелых человека друг с другом сделать. Там, не знаю, Реджи Миллер со Спайком Ли, там, Старк с Майами, там, посмотреть нарезки Чарльза Окли, который там кулачищами размахивает и всех бьет. Ну, я не знаю. Это не про баскетбол, но я понимаю, что кому-то это нравится, а кто-то думает, ну, Мехтрина, мне это нужно, я хочу посмотреть игру. Слушай, ну, это офигенно крутой антураж. Ну, смотри на Джамаранто со стволом, если тебе нравится. И вот это тоже смешно, что просто Лига наказывает чувака, который на скамейке вот так вот делает. Ну, да, потому что это уже личный бренд, да, имидж. Это такие сказки вообще, это просто хочется погладить, сказать, «Людь мой хороший», «Секабня». Ну, так и есть, так и есть, но если кому-то это нравится, пускай смотрят. Или скандал из Айон, там какая-то порно-актриса, значит, где-то там в какой-то сети написала, что «А-а-а, тетя-тетя, чуваки, вы посмотрите, Ронман пьяный после Скармен Электро из Вегаса прилетал на матч». И все такие, «Ну, окей». Да, да. Сомнительно, но окей. Это кому что, это прямо вкус община. Четвертый раунд. В третьем раунде Кирилл был чуть более убедителен и забрал его с минимальным перевесом. Речь шла о наследии, и очевидно, что у девяностых тут значительное преимущество. А у современных баскетболистов и Антона все еще впереди. Три-два, и мы переходим к заключительному раунду. Четвертый раунд мы назвали «Интриги и драмы». В расследовании только не хватает, но это как бы другое. Не было времени расследовать. Ну что, Симон, ты начнешь, я начну. Ну да, мне просто хочется сказать о том, что нынешний баскетбол супер непредсказуем. Даллас, Бостон, конечно, самый непредсказуемый финал, наверное, который можно было предсказать до того, как сезон начался. Непредсказуемость и уменьшение, скорее даже увеличение процента рандома какого-то, который может произойти просто в любой серии. Это не только финалов касается. Когда у тебя есть там Дюрант, Брэдли Билл и Букер, да, и ты просто 4-0 в первом же раунде устраиваешься с Миннесотой. Но это говорит о том, что суперинтересно смотреть нынешний баскетбол, когда у тебя, да, по тексту, именно по ростеру есть, да, поварит, но вообще не факт, что он победит. Короче, эта непредсказуемость, она во многом идет во вред, потому что выскакивают друг на друга две команды, которые по силе совершенно несоизмеримы. Да, и финал нам это показал, 4-1, это там, ну, если отталкиваемся... Чикаго был 4-1, ни разу серию финальную не выигрывали. Выигрывали серию. Я тоже так думаю. Да, но я хочу, наверное, скорее про другое сказать, что если Бостон сделает трипид, и это было там отправной точкой трипида, я через два года возьму свои слова обратно. Вот, но то же самое, да, про Чикаго. То есть чем было прикольно в 90-е наблюдать за финалами, то что ты оказывался в центре какой-то крутой истории, потому что вокруг тебя складывалась такая, знаешь, легенда, писали легенду, и ты это видел, там, Чикаго раз, потом там неожиданно, значит, Джордан там уходит в бейсбол, возвращается и снова трипид, и ты смотришь за эти легендарности? Ну что интересно, они и те же Глоры появляются, все из-за Чикаго Буллс, и все в одном контексте происходит. Ты знаешь, это другое ощущение абсолютно. Вот сейчас такие финалы в большинстве своем проходные, правда. То есть на них смотришь, да, вот последний финал, от которого лично я получал удовольствие, это была драма, нет, скорее даже Торонто, Голден Стейт, хотя я болел за ГСВ, потому что ты понимаешь, что у тебя череда событий настолько как бы насыщенная, что ты прям такой, да ладно, а вы, и тут, и этот, выбыл, порвал, там этот, сможет, не сможет, и ты прям понимаешь, что ты находишься в центре крутого события. И финалы 90, ну, понятно, что там первый трипид я не застал, я могу говорить про второй. Это было, что ты смотришь, что там, типа, самый легендарный игрок, там, в свою команду. Да это надоедает. Это не надоедает. Когда Голден Стейт брала там третье, четвертое чемпионство... Это надоедает только если ты Мормон из Юты. Да нет, ну ты смотришь Голден Стейт, и ты думаешь, на следующий сезон, хоть бы в этот раз не Голден Стейт, хоть бы их кто-то перебросал, хоть бы их кто-то выбил. Ну, просто уже надоедает одно и то же. Понятно, что Голден Стейт с Дюрантом, тем более, она там была из-за сильной команды. Парадокс. Я вот сейчас это озвучу, немножко, знаешь, порефлексировав. Возможно, надо сделать поправку на возраст, да, понятный скепсис. У меня абсолютно были такие же ощущения про Голден Стейт, потому что в последнее время я почему-то в противостояниях всегда поддерживаю слабые команды. То же самое. Потому что хочется, да. Но вот когда я смотрел за сериями Чикаго и Юта... Потому что это глорство было в чистом виде. Все Чикаго поддерживали, не было человек, который поддерживал Юта. Я тебе могу сказать, что Юта на тот момент были настоящими антигероями. Вот они воспринимались ровно так. Это не было глорство, что, о, там, Чикаго. Нет. Просто был, я не знаю, Дэдпул и был злодей. Или плохой пример. Был Железный Человек и был Танос. И ты такой, ну, давай, давай, Железный Человек, ты сможешь. И он мог. И это воспринималось так. Поэтому вот те, кто застали те финальные серии, я думаю, что, ну, если они там мои ровесники, а я не знаю, они по 30, по 50, не по 60 лет, я думаю, что они испытывали плюс-минус то же самое, да. Напишите, кстати, про это. Потому что сейчас уже мы не видим таких историй. Сейчас нет такой полярности. Слушай, ну, вот финал 16-го года мы возьмем. Да. 73-9. Супер результат Golden State. Они ведут в финале 3-1. И тут выходит Кливленд с Леброном в белом одеянии, который против зла вышел, который все крушит на своем пути и берет и выигрывает 4-3. Ну, блин, ну, не сказка. Это крутая история. Но это сказка, это современный баскетбол. Я не спорю, это крутая история, но это... Когда Чикаго 72-10, да, ну, как бы там вообще вопросов не было по финалу. Ну, слушай, ну, могли. Не, могли это одно. Ну, когда... Ну, Кливленд тоже никто не ждал. Здесь могли. Ну, в итоге, да. Да, потому что был харизматичный лидер. Да, потащил. Ну, это все-таки достояние уже современного баскетбола. И если там первый финал, который я привел, не суперудачный, то тут уж точно непредсказуемо все было. Я сейчас, наверное, не буду там погружаться в какие-то аналы истории, да. Но я думаю, что если покопаться, в 90-х можно вспомнить такие же серии. Понятно, что там их 4. Потому что Чикаго все-таки как бы аннигилировал. Но в те сезоны, когда не было Чикаго, можно вспомнить тут тоже серьезное представление. Про драматизм еще один такой мини-факт. Сейчас, хоть ты и там говоришь, что это не самая лучшая история, но когда команда набирает больше очков, в связи с этим они дольше держатся рядом друг с другом, и в связи с этим больше клатч-бросков. И там из 90-х, мне кажется, нарезка там уйдет в минуту, все клатч-броски, и они не будут сиреной даже. Возможно, они будут там за 3-4 секунды до конца. Минуты до конца. Вот. Когда, да, окей, защита там не такая яркая, не такая контактная и так далее, но у тебя больше клатч-попаданий там, даже там из 10-х годов, там вот эти попадания там Брэндона Роя, еще кого-то. Ну, это прям ты перед глазами видишь, как это все заканчивалось, но из 90-х трудно такое вытащить. Ну, я могу тебе вытащить больше, чем на минуту. Легко. Мы ждем вставку. Сейчас, дайте мне ноту. И мою коллекцию кассет, подождите. Я, короче, я утрирую, понятное дело, но действительно, из-за этой результативности и клатч самих клатчей стало больше, и бросков, которые решают в концовке, стало больше, и Кавай, когда ты говорил, вот все сложилось, и вот этот бросок с Филадельфи, ну, это, наверное, лучший бросок вообще за всю историю баскетбола на последней секунде, самый запоминающийся, как минимум. Ну, да. 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 Я не буду с этим спорить, с броском Кавайа, по поводу клатчей, достаточно спорная история, ну, потому что... И там, и там, ну, бывали клатчи. Ну, бывали, да. Ну, бывали клатчи. Ну, меньше. Ну, блин. И команд было меньше, лига не сформирована. Ну, в финале даже, вот сейчас вспомнить, когда Джордан Брайан Рассела... Не с секундой. Ну, это клатч был, в клатче. Ты про базеры говоришь? Ну, базеры тоже бывали. Ну, такое... Ну, да, да, нет. Просто статистика говорит о том, что их стало больше. Все. Просто говорит о... Ну, окей, на сколько штук там говорите о статистике? Нет. Ну, я так представляю, что у нас сейчас нет тысяч. 14 с половиной! Каждый матч это базер. Да, да, да. Поэтому, ну, стал больше и больше. Но тогда тоже хватало всем, как будто бы, да, и в этом нет ничего такого. Важно, да, я откачусь обратно тоже. Это другая драматургическая линия, но, тем не менее, она прибавляла интереса просмотров. Когда, вот, ты говоришь, что Чикаго всех там шмокин делал. Это тоже была интересная драматургия с той точки зрения, что каждый год ждали, появятся ли команды, которая может... Антихот. Да, которая может бросить вызов. И как раз-таки Юта, например, да, которые там два последних финала... Вот на них смотрели, как на такую надежду, смогут или нет. И, ну, не смогли. Но, тем не менее, это тоже была такая драматургия, потому что появлялись все новые и новые какие-то ребята. То есть какая-то молодая кровь там в лице Шака и Пенни. Там смогут победить или нет. Там бросили вызов. Потом там разобрали Чикаго, когда Джордан ушел. Там Соникс появились и так далее. И это было по-своему интересно. Это было прикольно. Такие локальные истории повсюду в современном баскетбуре. Ты помнишь, когда в Бруклине объединялись там Харден, Дуранта? Да, но они сами развалились. Ну да, ну типа там тоже изначально трехголовый змей, против которого все болели, чтобы выиграли все слабые. Мы сейчас с тобой берем декаду, мы с тобой берем 10 лет. Ну да, да. 10 лет и 2 месяца. Чуваки, сколько они там проиграли вместе? Нет, ну я тебе привел пример с Golden State. Это такая же была история. Я даже на самом деле прикольным подтверждением я... Ну, все смотрели «Последний танец» и это же очень круто, что понятно, что там офигенная работа сценаристов, понятно, что там контент, который собирался. Там можно много... Но чтобы сделать такой контент, сделать такой сериал, вот этого всего недостаточно. Там должна лежать стержневая история очень крутая. И она там была. Я не знаю, возможно, когда там Леброн закончит карьеру, или кто-то... 100% таких же историй будет миллион. Такают? Да. Но, как показывает практика, да, Леброн уже попытался как бы на этой территории поиграть со своим Space Jam вторым, но ничего не получилось. И, возможно, не получится снова, потому что... Да, кстати, не факт, что это будет Леброн и вообще... Не, я не спрашиваю, может быть, и Стэфф. Да, да. Но Стэфф по калибру, опять-таки, все-таки, наверное, уступает Майклу Джонгеру. Не-не-не, я про то, что там действительно может быть сюжет и какая-то драма, о которой мы внутри даже не знали. Мы не были внутри и там может быть что-то. Карден и... Там, типа, чудак играл со сломанной рукой и никто этого не знал. Ну, типа, вот из разряда такого и потом это будет... Потому что его процент не изменился попадания. Да, и потом это выльется и все-таки, ну, ни хрена себе, это лучше, чем Ласт Дэн. Ну, все может быть. Все, что угодно может быть, но вряд ли в этом фильме будет такая... Майкл Джонгер. Да, калибра... Звезда калибра Майкла Джонгер, команда калибра Chicago Bulls и такая драматургия с количеством титулов. Поэтому здесь это тоже, видишь, важное подтверждение того, что зрительский интерес притягивала вот именно вот эта история. Ну, и последнее, что... Давай закончим на этом. Последнее, что хочу сказать. Все-таки всегда надеешься, что лучшее впереди. Лучший момент, который ты увидишь, лучшая игра, которую ты увидишь и так далее и тому подобное. И это же касается рекордов. Все-таки современный баскетбол это поле для рекордов. Ты можешь собрать больше всего подборов. Ты, понятное дело, ближайшие 10 лет кто-то, скорее всего, наберет 100 очков. И, в принципе, для этого есть основания так полагать. Да, это связано с плохой защитой и прочее, 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 мусорные матчи какие-то. Но в любом случае это поле для рекордов. И любой рекорд, если кто-то наберет 100 очков, все равно это будет веха, все равно это будет обсуждаться, все равно это будет говориться о том, что это самое великое достижение в баскетболе. И это мы увидим в современном баскетболе и это радует. потому что в 90-х мы это уже не увидим. Да, да. Ребят, по одной простой причине. Все, кто топит за олдскульный баскет, обязательно напишите. И я от себя хочу сказать, что пускай так все и будет, но главное, чтобы для этого искусственно не создавали поле. Да? Правильно? Все верно. Золотые слова. Золотые слова. Потому что баскетбол должен быть все-таки контактным видом спорта. Да, если все будут расходиться и кто-то наберет 100 очков, то будет как минимум неинтересно. Да, поэтому не хочется, чтобы игру адаптировали в угоду там, не знаю, излишнему шоу или там, рекордам. Пускай баскетбол остается баскетболом. А кто будет лучше, тот будет лучше. Мы это покажем. И мы будем о нем говорить потом. Четвертый раунд, как и весь сегодняшний спор, подошел к концу. Здесь Антон и Кирилл шли ноздря в ноздрю. И в таком неудобном положении пересекли финишную черту. Что же, победа сегодня за Кириллом. Он повел в третьем раунде, а времени на ответ Антону уже не хватило. 4-3. Победа за стариками из 90-х. Друзья, пишите, у кого самое мерзкое, тупое, неправильное прозвище. И какое оно должно быть на самом деле. Парифест Джерси появится у вас дома. Возможно, даже на вешалке, если у вас есть гардероб и у вас есть вешалки. И либо на плечах, если у вас есть плечи. Да. Потому что могут проскальзывать достаточно большого размера. Кирилл Исаков, Антон Шестак. Мы сегодня... Ты совсем пристали. Да, я люблю. Блин, слушай, я хотел тебе сказать, у меня просто доплеровский эффект весь сегодняшний эфир. Тебе страбит. Да, я просто смотрю, у меня это твое лицо и вот так вот все подниму. Да, я как зебра в окружающей среде пытаюсь скрыть. Лев тебя не укусит за ягодиц. А господин Лещенко на это способен. Все, друзья, спасибо большое. Всего доброго. Лев Валерьянович кусал. Все, друзья, подписывайтесь на наш телеграм-канал, на нашу группу ВК обязательно. Скоро начинается сезон, море трансляций, море новостей в телеграм-канале. А море закончилось, потому что уже на дворе осень. Да, заваривайте чай и ложитесь под плед свой старый мохнатый с дырками. Пока-пока.